Всем привет! Меня зовут Ира и вы на моем канале. Сегодня у меня такой шуточный образ. Надеюсь, вас это вдохновит на ваши образы новогодние. Сегодня хочу вам рассказать о своих ароматах, которые я считаю не столько новогодними, сколько просто праздничными или торжественными, которые будут уместны на какие-то мероприятия, для корпоративы, праздники и так далее. В особенности новогодние праздники. Давайте начнем. И начнем от простого, понятного к более сложному и непонятному. И начну я с вот такой миниатюрки от Yves Saint Laurent Black Opium. Этот аромат вы уже прекрасно знаете, я думаю, все его знают, любят. Этот аромат праздничный, действительно легкий, незамысловатый, всем нравится, шлейфовый, создает такое праздничное настроение. Поэтому почему бы и нет. Вот такой Black Opium. Следующий парфюм, тоже новичок моей коллекции, это Шариоль Eau de Parfum. Я уже вам о нем рассказывала неоднократно. Он у меня ассоциируется очень прочно с новогодними праздниками, именно с новогодними праздниками. Здесь я слышу мандарины, мандариновые корочки такие подсушенные, можжевельник и еловые ветки. Поэтому, ну как бы, да, он такой новогодняя игрушка, красивый очень флакончик, красивый очень аромат сам, довольно-таки торжественный Шариоль. Следующий аромат, это его, наверное, старший брат, потому что, ну, они где-то в одном ключе. Это Оцелот от Сальвадор Дали и, значит, Шариоль. Вот они где-то на одной ступенечке стоят. Это классический шипр, современный шипр, такой почулевый, немножко строгий, но в то же самое время он такой, знаете, нарядный. Ну, возможно, для женщин постарше, но не знаю, без возраста, короче, но такой довольно строгий. Наверное, из-за этого хочется его приписать женщине уже более зрелой, так скажем, но я его очень люблю. Он такой, знаете, необычный, не такой, как все, не сладкий. Ну, в общем, классный, очень крутой аромат, довольно-таки торжественный, люблю его. Оцелот от Сальвадора Дали. Следующий аромат, один из моих самых любимых ароматов, это Мадемуазель от Шанель. Какой Мадемуазель, да, куда же без Шанель? Ой, ну это вообще, это аромат, конечно, и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится, но почему бы и не на Новый год? Да, он прекрасно звучит в холод, в холодное время года, а он прекрасно звучит, вообще в любое время года. Это замечательный парфюм. С этим ароматом вы не останетесь незамечены. Но, я думаю, он довольно-таки, ну, не скажу, что попсовый, но очень такой знаменитый, да, слышится на многих девушках, женщинах. Ну, это неудивительно, потому что аромат достойный, очень красивый, и вообще я его очень люблю. Следующий парфюм тоже от Шанель, и это Коко, классическое Коко. Я каждый раз, когда смотрю на этот флакончик, мне хочется рыдать в подушку. Ну, что поделать? Заканчивается. Это очень-очень торжественный парфюм, но это такой, знаете, директорский аромат, наверное, так. Наверное, если вы директор, и у вас какой-то корпоратив на работе, то, возможно, вот этот парфюм вам подойдет. Ну, или вам следовало бы присмотреться к этому аромату, пойти познакомиться, если вы еще с ним не знакомы. Но аромат не для всех, аромат сложный, не бабушкин. Все это, кому он не нравится, все говорят, что это бабушкин какой-то там парфюм, он такой нафталиновый, ничего подобного. Это шикарнейший парфюм, просто очень торжественный, суперовый. Очень его люблю. Коко классическое. Дальше, следующий парфюм, который стал фаворитом, моим фаворитом этого месяца декабря, это Miss Dior Absolutely Blooming. Вот такой вот красавчик. Вообще, я думала, что я не буду пользоваться ним зимой. Я его весенний записала, но он вообще очень классно звучит именно зимой. Как такое, знаете, малиновое варенье. Тоже простой аромат, ничего сложного в нем нету. Он такой девчачий больше. Но все равно классно. Я его очень люблю. И вот в декабре я его активно носила. Это мой фаворит. Очень классный аромат. Если вы любите ягодные ароматы и вообще, если вы любите малину, потому что малина здесь, конечно, солирует. И пионы. Вот я здесь слышу малину и такие пионы в сахаре. Очень классный парфюм. Тоже очень нарядный, праздничный. Следующий. Это, конечно же, La Vie Abel от Lancome. Классическая у меня вот такая версия в парфюмированной воде. Это, конечно, если вы любите гурманику. Самую такую... Всем гурманикам гурманику, скажем так. Если вы любите сахар. Я думаю, этот аромат не знает только... Ну, совсем человек, который не интересуется парфюмерией. Возможно, не знает. А так, все уже давно знают этот парфюм. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит. Я его люблю. Он очень жизнерадостный. Очень вдохновляющий. Он вкусный. Его хочется вдыхать и вдыхать. Шлейф тянется просто километр от него. Вообще шикарный парфюм. Но, опять-таки, дозировано. Особенно, если вы... Если праздновать какой-то праздник, Новый год в данном контексте, да, в помещении. Еще и в маленьком помещении. То, наверное, может быть и не стоит, да, чтобы никто не задохнулся. Вообще, советую, конечно, очень дозировать этот аромат. Потому что он очень-очень насыщенный и шлейфовый. И просто сахар, сбивающий с ног. Вот такой вот La Vieuse Belle от Lancome. Классный. Я его люблю. Очень жизнерадостный. Ну и по тяжеликам, так скажем, пойдем. Покажу вот такой Dark Purple от Montal. Почему бы и нет? Он очень такой необычный. Он такой, знаете, с гнильцой. Аромат не для всех. Аромат довольно-таки сложный. Здесь роза. Очень мощная роза. Роза бордовая. Насыщенная. И здесь слива. Слива горькая. Слива гнилая. Но аромат. Один пшик. И все заметят вас в этом парфюме. Ну, я думаю, знаете, я когда этот аромат уже купила и потом что-то залезла посмотреть отзывы на... В интернет-магазине, где я обычно покупаю парфюмерию, почитать отзывы. И там одна женщина написала, что она, когда купила этот парфюм, пошла с мужем в театр. И она говорит, весь холл... Она сделала один пшик. Она говорит, когда зашла, весь холл наполнился, значит, этим парфюмом. И вообще вся опера, весь этот театр вдыхал только вот этот Dark Purple. Он настолько насыщенный. Настолько он шлифовый, стойкий. Просто, ну вот, как прибили, так и держится. Но надо, конечно же, тестить. Аромат очень необычный, сложный, не для всех. Но я его люблю просто пламенной любовью. Это мой первый аромат от Montal, который у меня появился. Поэтому у меня с ним такие особые отношения, очень теплые. Следующий из тяжелевиков, из таких тяжелой артиллерии, это Chalimar классическая Eau de Parfum версия. Это тоже новичок, но он уже успел стать моим любимым, по крайней мере, в этом месяце, в декабре. Я не показывала этот парфюм в своих зимних ароматах, но вот именно Chalimar и Miss Dior стали фаворитами моими вот этого месяца декабря. Аромат, посмотрите, он уже выглядит торжественно, да, он какой-то как генерал, да, какой-то как, ну я не знаю, как мальчик среди девочек всех вот этих флакончиков. Ну, вообще, аромат очень сложный, аромат тоже не для всех. Я здесь слышу кожу или потертую замшу и, конечно же, прекрасную ваниль. Этот аромат не каждый может вынести на себе или на ком-то, не знаю, я его люблю, он прекрасно звучит в холод. Вы знаете, я, значит, воспользовалась этим парфюмом утром и пошла по своим делам. В обед я вернулась домой и как только я открыла дверь, мне сразу в нос ударил вот этот Chalimar, то есть аромат стоял, витал в воздухе, когда я ушла. Хотя я не вот такими парфюмами серьезными, тяжелыми, восточными я не поливаюсь, я дозирую их, но тем не менее стоял шлейф в квартире, поэтому да, он очень шлейфовый, очень красивый, очень необычный, его надо исключительно тестить, исключительно на коже, потому что ну вот половина обывателей фрагрантики, если не больше их часть, слышит здесь покрышки, какую-то шину, какие-то резины, горелые покрышки, в общем, такое и всякое такое, но это неправда, это неправда, потому что если вы будете его внимательно слушать и внимательно носить, вы поймете, что это не покрышки, это кожа, в крайнем случае замша, но никак не покрышки, не-не-не, ваниль просто тоже восхитительная, в общем, аромат довольно сложный, но очень торжественный, вот так, следующий, тоже такой необычный аромат, не для всех, это слоник от кинзо, это шикарный парфюм, это, наверное, мое парфюмерное я на данный момент, здесь просто специи во флаконе, но аромат тоже торжественный, но не знаю, его так носить каждый день навряд ли, даже я выдержу, его только на особые случаи, знаете, если аромат таскать каждый день, он как-то теряет свою изюминку, или как сказать, теряет свою нарядность, наверное, так, если вот есть какая-то прочная ассоциация, и аромат стоит, и вы используете его исключительно на торжество, или, ну, не так часто, да, то аромат как-то набирает большую какую-то силу, я не знаю, как объяснить, да, какую-то энергию, что ли, вот, вот такой вот у меня кензо, я его не ношу часто, чтобы просто к нему не привыкнуть, да, чтобы он не стал обыденным для меня, для меня он такой торжественный, он очень нарядный, но только для смелых женщин, для женщин, на которых будут обращать внимание абсолютно все, без исключения, но вот абсолютно все вас заметят в этом парфюме, это самый, наверное, стойкий и необычный в своем шлейфе аромат, который я имею, просто крутейший, вот, если вы женщина, такая, знаете, любитель показать себя, любитель привлечь к себе внимание, то вот этот слоникензо, надо вам просто послушать, очень классный аромат, и последний, это даже не флакон, это просто пробирка, это портрет оф леди от Федерико Маля, это пробирка, которая мне досталась от Кристины, пинаблок, Кристина мне выслала небольшую посылку, я снимала видео об этом, с несколькими, значит, пробниками ароматов, и в их числе был вот этот Федерик Маль, значит, портрет оф леди, это тоже мой фаворит месяца декабря, ну вот так, получается, я не буду снимать видео о своих фаворитах, потому что вот сейчас я вам о них рассказала, как я уже сказала, это Мисс Диор, это Шелемар, и это вот этот портрет оф леди, я решила его использовать быстренько, потому что я боялась, что он выветрится, потому что здесь видите, какая, ну пробирка, то есть, понятно, да, вот, мне хватило этой пробирки на шесть раз, я не знаю, сколько здесь, может быть, два миллилитра, может быть, полтора, наверное, два, на шесть раз хватило, и здесь мне хватит еще и на седьмой, там есть небольшое количество, аромат, очень необычный, аромат, очень непростой, сложный, это роза, церковная роза, это ладан, самый-самый лучший ладан, который я слышала, очень насыщенный ладан, и мира, ну все такое, ну у меня нет ассоциаций церковных, понимаете, потому что, ну, православная церковь, скажем так, это не моя тема, поэтому мне вообще никаких ассоциаций с этими движениями нету, для меня это просто прекрасный аромат, он очень томный, но что я для себя сделала вывод какой, я не знаю, почему я сделала такой вывод, возможно, из-за цены, аромат тоже, он может утомить, он может утомить, потому что вот я носила его в особых случаях в этом месяце, да, и я наношу его в 8 утра, и в 8 вечера он точно так же благоухает, как и в 8 утра, понимаете, то есть целый день, и попрошу заметить, что это пробирка, которую я, значит, намазом наносила, я слышала его целый день, и на следующий день утром я от волос своих еще слышала аромат вот этого парфюма, ну, прекрасный, не знаю, жаба от душек, потому что, ну, очень уж он дорогой, но сам по себе аромат восхитительный, не знаю, что сказать еще, очень-очень классный, но опять-таки, не для всех аромат мега сложный, он не попсовый, не такой, который хочется обонять, наверное, всем, мне вот хочется, знаете, мне нравится, я получаю удовольствие, но вот за этот месяц, за шесть раз, который я не воспользовалась в этом месяце, уже он меня немножко утомил, понимаете, он уже теряет, как я говорила ранее, теряет свою эксклюзивность, когда таскаешь его слишком часто, этот аромат тоже только какие-то особые случаи, ну, вот так, такое мое мнение, такое мое впечатление, не знаю, почему он меня утомляет, может, это самовнушение, он тебе не нужен, он тебе не нужен, потому что он мега дорогой, я не знаю, но, возможно, когда-то я его куплю, потому что он реально очень классный, мне очень понравился, я очень люблю вообще розу в парфюмерии, так что да, эта роза сложная, эта роза необычная, она очень классная, и мне она очень понравилась, вот такие вот, значит, парфюмчики праздничные, которые я ассоциирую с какими-то торжествами, или вообще ароматы, так скажем, на выход, да, ароматы, которые, ну, наверное, не на каждый день, хотя, ну, кто мешает, опять, например, тот же шариоль, или оцелот, я просто таскаю, им с носу нету, потому что, о, это просто, ну, это просто зима во флаконе, это Новый год во флаконе, мандаринки, елочки, ну, классные, сейчас опять не буду возвращаться ко всем ароматам, я уже о них все сказала, ну, вот так, девочки, знаю, знаю, что у всех, все сняли уже, наверное, видео новогодних ароматов, я не могу отнести все эти ароматы именно к новогодним, потому что есть новогодние ароматы, в моем понимании, которых просто нет у меня в коллекции, поэтому, ну, вот так, в общем, мне кажется, я болтаю уже совсем что-то лишнее, спасибо, что посмотрели это видео, и желаю вам всего только самого лучшего, доброго, позитивного, прекрасного в Новом году, пускай все ваши мечты и желания исполняются, и пускай дом наполняет только мир и доброта, всем тепла, уюта, с наступающим Новым годом и Рождеством, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok